Всем привет друзья. Сначала скажу, что для других языков включите субтитры. Я буду переводить на разные языки. Я сегодня буду показать вам установку стабильную версию XCentry 2022.06 OpenShell. А потом также и буду показать Past.ru. Почему я решил показать вам установку именно 22 версию, потому что многие меня просят XCentry 2022 и я нашел стабильную версию, протестировал и все идеально хорошо работает. Также из новых функций я покажу, как сделать, чтобы прямо через XCentry запустить новую версию Viz, программу Viz. Вот эту папку напишите в комментариях, кто спонсор, напишите и я вам отправлю. Скачивайте вот этот архив. Для начала нужно приблизительно 80 ГБ места свободного на диске C. Я лично устанавливаю на Windows 10 64-bit. Для начала заходим в панель управления, учетные записи пользователей, изменить параметры контроля учетной записи, ползунок самый вниз, ok, да, отключаем. Открываем папку, которую вы скачали, xdos, правый клик, запуск от имени администратора. Здесь вот какие вот именно разные языки есть, английский, болгарский, венгерский. Нажимаем ok. Нажимаем установить. Желательно, чтобы вы установили на чистую, то есть не обновились старые эксцентры, допустим 2021. Желательно, чтобы вы удалили все с нуля и поставили именно 2022.06. Так, нажимаем далее, принимаю, далее, обязательно установите на диск C, далее, далее, установить. Нажимаем окей. Перезагружаем компьютер. Запускаем эксцентры 2206. Вот, регистрация Daimler, да, то есть закрыть невозможно, нужно регистрироваться и вот зависает. Закрываем это окно, диспетчер задач, так, закрываем, снять задачу. Снять задачу. Открываем FullFix эксцентры. Как вы видите, все проблемы решены, никакой вручную ничего не надо. Также все картинки есть, вот. А, Б класс, С класс, Е класс, С класс, С класс, спортивные, грузопассажирские, спортивные автомобили. Все есть. Также здесь есть, вот, ВИС, потом я это тоже покажу. Сейчас, когда нажимаем, ничего не происходит. Закрыться отсюда не получится, или отсюда, вот, не получится. Поэтому здесь есть, вот, диагнозис стоп. Нажимаем. Все, программа закрывается. Вы будете закрывать программу таким способом. Также здесь есть, эксцентр, диагнозис для грузовиков, вот. Так, Mercedes-Benz, грузовые, вот, весь список. Автобусы, специальный процесс, промышленные агрегаты и все такое. Также свернуть, диагнозис стоп. Также, друзья, круто то, что сразу с экрана вы можете запустить DAS на любом, именно, языке. Вот, китайский, чешский и так далее, французский, немецкий, японский, не знаю, итальянский, русский. Русский, например, вот, немецкий давайте, немецкий, вот. Вот, сразу с экрана можете запустить DAS с любым, в общем, вашим языком. Все, вот, мы подключены. Можем уже запустить эксцентр и диагнозис и сделать диагностику без проблем, все работает. И выйдет СБЦ на 211, и двигатель, и на любые автомобили подключается, друзья. Все ссылки оставлю в описании. Также оставлю в описании ссылку на VXZiAC и OpenPort. Если нужна программа, напишите в комментариях. Всем спасибо и удачи на дорогах.